добрый день много уважаемые зрители вы находитесь на канале март лайф предлагаю вам видео на такую тему я не сваренец бедных в латвии становится все больше и больше настоящий шок или как говорят в латвии центральной республики прибалтики настоящий шок сегодня рискова автора нашего канала я не савареникса привлекла статья на крупнейшем не только в латвии но и в других республиках прибалтики новостном портале delphi заголовок весьма характерный жизнь на улице и мечта о работе уборщицы обращает на себя внимание общая рубрика история дня речь идет о цикле выживающие как выяснилось анастасия это лишь одна из героинь этой рубрики выживающие оказывается в латвии риску бедности подвержен каждый пятый житель вот такое толерантно это сказать по европейски культурное обозначение бедных людей как же так откуда в латвии бедные люди ведь обычно говорят что республики прибалтики это настоящие балтийские тигры за постсоветский период латвия продемонстрировала невероятную историю успеха комментаторы часто пишут что латвия буквально завалена дешевыми кредитами а средняя зарплата в центральной республике прибалтики давно уже перевалило за тысячу евро в общем денег в латвии столько что складывать уже некуда причем латвия настолько богатая что помогает другим странам на том же портале дэлфи министр иностранных дел байба бра же говорит о том что среди приоритетов латвии аж ослабление военных возможностей россии но увидим а байба бра же не читает статьи под рубрикой выживающие которые выходят на все том же портале дэлфи может быть стоит на него заглянуть и так читаем статью выживающий анастасия жизнь на улице и мечта о работе хотя бы в качестве уборщицы тут же фотография героини и так пишет дэлфи после десяти вечера во дворе за одним из рижских супермаркетов начинается движение со всех сторон сюда стекаются люди для некоторых из них это будет первый за сегодня прием пищи что же входит в меню этих жителей латвии центральной республики прибалтики как пишет новостной портал дэлфи это зависит от того что на этот раз удастся найти в мусорниках дело в том что сюда торговый центр выбрасывает просроченные продукты питания в поисках еды одна женщина пришла сюда с ребенком а другая женщина принесла стул чтобы удобнее было копаться а иначе как достать до содержимого мусорных контейнеров согласитесь весьма необычное место для того чтобы найти героев для крупнейшего новостного портала прибалтики дэлфи оказывается в латвии жизни такая уж и радужная как пишут а как иначе выжить еще одна героиня рубрики выживающие задает риторический вопрос как можно выжить на 100 евро в месяц и такой подзаголовок как видзем и стал самым бедным регионом латвии а вот и фотография марита героини публикации она проживает местечке иныши что в цессиском крае получает 450 евро пенсии однако после оплаты сумасшедших коммунальных счетов у нее на руках остается всего лишь 100 евро на еду по ее словам после зимы у нее как и у многих жителей центральной республики прибалтики накопились безумные долги за отопление марита сетует что у нее не хватает денег не на театр не на концерт последний раз она была в театре пять лет назад получила билет в подарок по словам мариты она слушает латвийское радио и подпевает вот и вся ее культурная жизнь вот так пенсионерка латвийской глубинке живет на 100 евро в месяц а вот другая история которую рассказала валентина звезд гляня которая большую часть прожила виленской области работала ткачихой по словам валентины она никогда не думала что станет настолько бедной что для выживания ей придется оформлять статус малообеспеченной название у статьи весьма характерная на сыр магазине я только смотрю а ведь когда-то еще в советское время латвию называли настоящей сырной республикой латвия всегда славилась своими сырами а теперь как выяснилось многие не могут себе позволить купить знаменитый янов сыр его на непременно брали к празднику лига но теперь это уже не позволительная роскошь на которую только остается смотреть до насчет наблюдения одна из героинь рубрики выживающие сказала буквально следующее мы смотрим по телевидению как кто-то в латвии живет счастливо об этом заявила илона как выжить если счет за коммунальные услуги 470 евро в месяц 6 лет назад мать двоих детей стала вдовой теперь считает буквально каждый евро цент как написано в статье квартира обставлена более чем скромно в некоторых комнатах на протяжении многих лет не было никакого ремонта по словам илоны зимой коммунальные платежи просто какие-то грандиозные из года в год политики латвии обещают жителям центральной республики прибалтики все лучшую жизнь лица у выступающих действительно счастливые с другой стороны когда получаешь порядка десяти тысяч евро в месяц то наверное нет смысла жаловаться на свою жизнь в общем сидишь и смотришь по телевизору как счастлива живут другие отметила илона среди героев и рубрики выживающий и вилнес фотограф из сиглды ежемесячно его доход составляет всего лишь 270 евро по словам жителя сиглды все эти деньги практически полностью уходят на оплату счетов и медицинские расходы а еще он многие годы находится в очереди на операцию вот так и живет вилнес из сиглды из той самой сиглды которую обычно называют латвийской швейцарией и на все про все 270 евро в месяц между тем как сообщает наш риски автор я не свареникс латвийские сми говорят о том что самое ближайшее время цены на продукты питания снова вырастут как отмечает латвийский новостной портал пресс . лв на латвийском продовольственном рынке каждый месяц наблюдаются новые ценовые скачки портал пресс . лв подчеркивает что цены на продукты питания в латвии растут буквально как на дрожжах цитируем дословно темпы роста цен достаточно высоки имеют тенденцию к еще большему росту учитывая что продукты питания являются крупнейшей статьей бюджета латвийских домохозяйств изменения цен на них оказывают существенное влияние на общие финансовые возможности жителей страны радоваться здесь нечему ведь повышение цен сложно не заметить подчеркивает портал пресс . лв а это значит что бедных центральной республики прибалтики станет еще больше тут же список конкретных продуктов питания которые подорожали порой на 22 и более процентов а значит по словам нашего рижского автора я не вареникса вполне вероятно что в дэлфи появится другая статья мол в латвии риску бедности подвержен уже не каждый пятый а скажем каждый четвертый жители республики а потом каждый третий ну и так далее да кто-то латвии мечтает стать евро депутатом а например героиня портала дэлфи мечтает просто о работе уборщицы чтобы не жить на улице впрочем мы загуглили оказывается еще двадцать третьем году за чертой бедности в латвии был каждый четвертый а вот в дэлфи пока только лишь каждый пятый хотя как пишут обозреватели бедность понятия относительное кто-то в латвии кушает черствый хлеб а у кого-то икра слишком мелкая с другой стороны всегда можно сослаться на статистику мол у нас дела еще не так плохи как например в румынии в болгарии и даже в греции вы не поверите но оказывается по количеству бедных латвия находится примерно на одном уровне с италией так что латвийцы спокойно могут говорить что они живут как итальянцы и что латвия догнала италию тут главное ригу не перепутать с римом и так много уважаемые зрители вы смотрели очередной выпуск с таким названием я не свареник с бедных в латвии все больше и больше настоящий шок или как говорят центральной республики прибалтики шокс напоминаем что на нашем канале много других видео на самые разные темы отметим что есть специальная папочка я не свареник с которой собраны материалы нашего рижского автора смотрите много уважаемые зрители наши сюжеты оценивайте их высказывайте свое мнение а еще задавайте нам вопросы мы обязательно на них ответим кроме того большая просьба подсказываете темы мы сделаем видео а на сегодня у нас все до следующих встреч всем привет пока